Здравствуйте! Мы продолжаем с вами цикл передач, в которых мы прослеживаем творчество французского историка Фернана Броделя. И вот по его работам мы с вами последовательно пытаемся восстановить ход мыслей Фернана Броделя и развитие его гипотезы о неподвижной истории. Сегодня речь пойдет о том, как еще одна фаза сменилась в очень длительной, практически неподвижной истории Европы. Фаза, которая связана с изменением очередного мира экономики, когда в 17 веке произошел некий откат от юга Европы, от Средиземного моря. И интересы Европы, экономические интересы Европы качнулись к северу. Вот здесь на первый план выступает такой город, такой мир экономика, как Амстердам. Что же произошло в Европе, в нашей европейской цивилизации? Итак, как я уже сказал, Фернан Бродель говорит об очередной смене фаз. Это было связано с тем, что предыдущий мир экономика, которая олицетворялась в Генуе, не справилась с обращением бумажных денег. Обращение, объем бумажных денег, который функционировал в генуэзской мире экономики, который практически доминировал в Европе вплоть до 17 века, не смог как бы соразмериться с усложнением всей экономической жизни Европы к 17 веку. И в конечном итоге речь идет о банальной инфляции, то есть о не соизмеримости количества бумажных денег с массой звонкой монеты и с объемом производства. И, как я уже говорил, в какой-то момент, это произошло в 17 веке, Европа вдруг резко обратила свои взоры на север. И обеспечил вот этот скачок интересов именно Амстердам, ну вот, немножко шире говоря, Голландия, то есть Соединенные Штаты, во главе которых выступил Амстердам. И недавнее богатство Амстердама на самом деле было построено на товаре. Обратите, пожалуйста, внимание на эту особенность, на эту фазовую особенность длительной эволюции европейской цивилизации. Итак, богатство Амстердама строилось на товаре, в то время как богатство Гены, что подвело ее к неизбежному кризису, строилось на деньгах, на обороте денег. Любопытно, однако, и Бродель предваряет наши с вами недуменные вопросы. Неужели вот только на товаре на протяжении большого количества времени можно было строить свое процветание и свое благополучие? Конечно же, нет, говорит Бродель, потому что достаточно скоро Амстердам тоже занялся финансовой деятельностью. И любопытно, что эта деятельность поставила перед ним те же самые проблемы, с которыми в свое время столкнулась и Гена. Это с одной стороны, о чем повествует Бродель в своих работах. То есть речь идет о том, что Амстердам, помимо того, что он представлял в XVII веке или к XVII веку, вот этот откат Европы с юга на север, Амстердам, помимо прочего, заканчивает определенную фазу, связанную с господством в европейской экономической культуре, эру господства городских центров в качестве миров экономик. Им на смену, как бы с периферии, постепенно приходят национальные рынки. А вот национальные рынки уже вместе с собой на историческую, экономическую, политическую арену выводят государства, государственные структуры. В первую очередь речь пойдет, правда, чуть позже, об опыте Англии и о Лондоне. Но это будет гораздо позже. Это уже будет век XVIII, XIX и XX. А вот мы вместе с Броделем, вместе с его трудами пока что остаемся в веке XVII, в этом переломном веке, когда, повторяя вслед за Броделем, произошла смена фаз. И возвышение Амстердама, вот в начале этой фазы, продолжило уже ставшую традицией в Европе, традицией, когда один город становится преемником другого города, города в значении мира экономики. И вот в данном случае Амстердам становится преемником Антверпена и Генуи. Северная Европа одновременно с возвышением Амстердама обретает преимущество по сравнению с Южной Европой. И на самом деле это преимущество становится окончательным до сегодняшнего момента, на протяжении уже почти 300 лет. Место богатейшего моря с колоссальными историческими традициями, с его богатствами, Средиземное море, его место занимает океан, который на самом деле достаточно долгое время, практически до 17-18 века, практически не использовался, не эксплуатировался, не разрабатывался активно европейской цивилизацией, ни с политической, ни с экономической точки зрения. Океан воспринимался как наименее доходное место приложения усилий со стороны европейской цивилизации. Но упадок Италии, опять-таки не одномоментный, а прошедший несколько фаз, открыл в конечном итоге дорогу мореплавателям и купцам Северной Европы. Безусловно, вот эта победа, вот эти все изменения, вот эти фазовые изменения произошли не за один день. Точно так же, как и упадок Средиземного моря, тоже это не одномоментное явление. До 70-х годов 16 века, например, никто из северных мореплавателей и купцов практически не проникал в Южные море. Итак, Амстердам к середине 17 века уже представлял собой в той или иной мере центр экономической, политической цивилизации Северной Европы. Вот так на изображениях 17 века выглядел Амстердам, ратуша, рыбный рынок. Как видим, процветающий богатый город. С чем, казалось бы, на первый взгляд связано вот это процветание Амстердама? Ведь современники, судя по письмам, запискам, дневникам, современники на самом деле почти ничего не поняли в том процессе, который вдруг одномоментно привел к процветанию этого города. Бродель говорит о том, что на самом-то деле современники всегда невнимательны к тем процессам, которые происходят вокруг. Ну, может быть, и не могут быть люди внимательны к очень длительным, малозаметным изменениям, которые происходят каждый день и которые, по сути дела, предшествуют внезапному, на первый взгляд, опять-таки лишь внезапному, одномоментному началу процветания. Вот в данном случае речь идет о таком одномоментном обнаружении величия Нидерландов. Но на самом деле это было обнаружено в тот момент, когда Нидерланды уже обозначили свое величие, когда они его достигли. И никто сразу не мог осознать причины такого блистательного взлета, такого неожиданного успеха, такого могущества на самом деле, которое достигла столь ничтожная по размерам страна. И поэтому их в те времена говорили о голландском чуде. Вы со мной согласитесь, что вот это словосочетание, оно потом приложимо современниками ко всем аналогичным событиям, которые современники наблюдают, и причины, которых они не в состоянии уяснить. Вот так в 20 веке будут говорить о немецком чуде. Как видим, действительно история-то повторяется. Ну и если даже не повторяется с точностью до каких-то мельчайших подробностей, то тем не менее, в общем-то, ничего нового Бродель не отмечает в 17 веке по сравнению с веком 20. Когда он описывает так называемое голландское чудо, то мы можем это с тем же успехом спроецировать и на немецкое чудо второй половины века 20. Итак, что же стояло за вот этим процветанием? Ну, с одной стороны, предпосылок особых, как это принято считать в традиционной историографии, здесь мы наблюдать не можем. Потому что соединенные провинции, вот то, что называется Голландией, Нидерландами, по сути дела, соединенные именно провинции изначально, ну и до сих пор, это крохотная территория. Современники говорили о том, что она по территории меньше, чем все королевство Галисии. И вот если англичанин приезжал в Голландию, то он с удивлением отмечал, что все эти соединенные провинции меньше половины его родного Деваншира. Посол Людовика XIV, вот я процитирую фрагмент работы Фернана Бороделя, с удивлением пояснял, описывая Голландию, что это весьма малая страна, занятая со стороны моря бесплодными дюнами, подверженная с всей стороны, как равно и со стороны рек и каналов, коими она пересечена частым наводнением и пригодная разве что для пастпищ, каковы, составляют единственное богатство страны. Все абсолютно путешественники, которые посещали Соединенные провинции в XVI-XVII веке, с удивлением отмечали, что пшеницы и прочие зерновые, которые, в общем-то, произрастали на этой территории, не в состоянии были прокормить даже сотую долю ее жителей. Так что, единственное богатство Голландии долгое время, как об этом писали современники, это сливочное масло, сыр и земля, пригодное лишь для изготовления посуды. Ну, речь идет о глине. Вот это мнение современников. Согласимся с Броделем, что вот эта подборка фрагментов из записок, дневников, донесений действительно создает определенную картину, определенное настроение при восприятии вот этой маленькой по европейским меркам даже страны, вот этой маленькой, ничтожно малой территории. Голландия действительно воспринималась в ту эпоху, да не только со стороны, но и своими собственными жителями, как страна неблагоприятная, потому что она не располагала в достаточном количестве тем, чем можно накормить и во что можно одеть своих собственных подданных. Что касается территории, то путешественники опять-таки отмечали, что в октябре-ноябре практически все луга, которые можно было бы использовать летом, покрываются водой. А во множестве мест, вот я опять цитирую фрагмент из работы Бродели, где он использует фрагменты писем людей той эпохи, во множестве мест усматриваешь лишь плотины, колокольни и дома, кои кажутся выступающими из Большого моря. Вот естественно, что для человека юга, юга Франции, не говоря уже о людях, которые привыкли к Средиземному морю, все такие пейзажи были достаточно странными. И не просто странными, они воспринимались на самом деле как абсурдные в какой-то момент. Флорентиец Людовиков в 1567 году оставил такие впечатления от своего посещения Голландии. «Земля низкая, все реки и крупные каналы текут между дамбами, так что текут они не на уровне земли, и во многих местах с крайним удивлением видишь воду выше земли». Точно такое же ощущение абсурдности картины, которая открывалась глазам путешественника, точно такое же впечатление оставляет и восприятие Голландии у жителя Женевы. Аналогичные записки до нас дошли из года 1760-го. Видите, 200 лет прошло, а впечатления на самом деле практически одинаковы. И еще одно очень интересное, заключительное к этому разделу нашего с вами знакомства с работами Бороделя, такое заключительное письмо, которое было написано в 1787 году. Испанский путешественник пишет об Голландии более воображаемое и поэтическое, нежели реальное. И так, как видим, вплоть до 18-го века Соединенные провинции воспринимались как нечто виртуальное, как нечто воображаемое, а не реальная страна. Тем более уж Голландия не могла восприниматься современниками как что-то, что представляет собой самостоятельный мир, экономику. Но на самом деле все было несколько иначе, чего не заметили любопытные глаза путешественников той эпохи. И прежде всего речь шла о росте населения. Вот эта карта Соединенных провинций показывает, как постепенно увеличился процент городского населения. И в конечном итоге он достигает рекордного уровня. Вот более 40% во Фландрии и в провинции Голландии. Темными штрихами здесь показаны те области, где процент городского населения составлял более 40%. Ну и далее по мере осветления уже можно проследить провинции с процентом населения от 30%, от 20% и от 10%. И лишь небольшое количество территорий, как мы видим, вообще не закрашенные, такие белые, это те территории, где процент городского населения составлял менее 10%. О чем это говорит с точки зрения концепции Браделя? О том, что Соединенные провинции имели очень большое количество городов. То есть город был неким доминирующим феноменом в культуре, в экономике и в политике Соединенных провинций. С чем это было связано? То есть тем, что если принять во внимание доступное для использования пространство, то и животноводство, и земледелие на самом деле вынуждены были делать ставку не на экстенсивные формы хозяйствования, а на интенсивные. То есть ставка делалась на производительность. Те же современники, которые не замечали предпосылок к процветанию Соединенных провинций, тем не менее отмечали, что по весне, например, на луга выгоняются очень тощие коровы, которые практически даром пригонялись из других стран, из Дании, из Гольштине, из Ирландии. И буквально за несколько недель вот эти коровы представляли удивленным взглядом путешественников окрепшими и округлившимися. И вот к середине ноября, как пишут современники, добрые домохозяева покупали быка или половину его сообразно в величине своего семейства. Затем этого быка засаливали и коптили, и вот в течение зимних месяцев поедали с салатом и маслом. Каждое воскресенье вынимался большой кусок говядины из засольной бочки, и из него приготовлялось несколько трапез. Итак, я вот уже вслед за Броделем, отмечая его основные как бы вехи в его работах, вот вслед за Броделем хочу еще раз повторить. Большой процент городского населения связан прежде всего с особенностями ландшафта Соединенных Провинций, и, естественно, в первую очередь речь шла о интенсивных формах хозяйствования. Ну, на самом даже таком примитивном уровне не надо предполагать, что в 16-17 веке голландские крестьяне знали какие-то секреты, которых, не знаем мы сейчас в начале 21 века. Нет, как бы секретов никаких не было, как считает Бродель. Просто животных кормили лучше, чем в других странах, и поэтому коровы, опять-таки, по свидетельству очевидцев, давали до трех ведер молока в день. А земледелие, опять-таки, в связи с особенностями ландшафта обратилось в первую очередь к огородничеству, и изобретало различные научные способы ротации культур, и овощеводство получало достаточно крупные урожаи за счет использования различных удобрений. Опять-таки, вот традиция удобрения с использованием отходов городской канализации, опять-таки, восходит к 16 веку, вот так, как эта традиция сложилась в Соединенных провинциях. Опять-таки, отталкиваясь от основной идеи Фернана Броделя, речь идет о доминировании ландшафтных условий, географических условий, которые позволили голландскому крестьянину, населению Соединенных провинций, совершить своего рода подвиг земледелия. И где-то начиная с 1570 года прогресс становился настолько явным, что он мог играть определенную роль в первичном старте по-новому организованной экономике вот этой маленькой, самой маленькой страны Европы. По сути дела, Голландия той эпохи положила начало, хотя и в таком очень небольшом масштабе, земледельческой революции, которая значительно позже придет в Англию, уж потом, значительно позже вернется из Англии в Европу. Это вот один из факторов, но, пожалуй, самый важный, о котором говорит Броды. Второй фактор, не менее важный, это пестрый состав населения, который приходил со всей Европы в Соединенные провинции. Итак, вот, уже на той схеме, которую мы с вами обсудили, мы видели о том, что города составляли основную часть инфраструктуры Соединенных провинций. Ну, а что такое город? Город – это, прежде всего, потребитель рабочей силы. И, на самом деле, городской комплекс Соединенных провинций и начал процветать благодаря росту населения. И вот этот рост населения, он был обеспечен не только внутренними ресурсами самой страны, но и благодаря тем иммиграционным потокам, которые захлестнули в XVI-XVII веке Голландию. Многие искали землю обетованную, потому что по сравнению с Францией, с южными областями, действительно, уровень жизни в Голландии в какой-то момент оказался выше. Не все, кто пришел в Голландию в поисках работы, нашел там землю обетованную. И нидерландское процветание, на самом деле, порождало огромное количество пролетариата, который жил достаточно скучно в трущобах, в городских трущобах, и вынужден был питаться как бы отбросами той самой процветающей нидерландской цивилизации. Многие приезжали в Голландию искать во многом сомнительного богатства, но опять-таки не забудем, что речь-то идет о XV, XVI-XVII веках. То есть вот это эпохи непрекращающихся войн в Центральной и Южной Европе. Многие бежали от войн и от религиозных преследований. Опять-таки пополняя в той или иной степени армию и рабочие силы в Соединенных Провинциях, ну и, соответственно, армию безработных. Голландия с самого начала, открыв двери иммиграционным потоком, заявила о себе как о религиозно терпимой стране. И терпимость заключалась, на самом деле, в очень простом факте. Нужно было принимать, и действительно Голландия принимала людей такими, как они и есть. То есть, коль скоро они рабочие, купцы или беженцы, но все они в той или иной мере могли внести свой вклад в увеличение богатства республики, то они были желанны и принимаемы. И главное, что, опять-таки, по сравнению с ситуацией в Европе 16-17 века, напомню эпохи войн и религиозных преследований, вот в Голландии, в этой республике, никто не мог жаловаться на ущемление своей совести. Ну, а рабочая сила была нужна Голландии, нужна была Соединенным Провинциям, потому что строительство флота, на чём, собственно, и строилось процветание и благополучие Голландии, строительство флота требовало большого количества рабочей силы. Дело в том, что истинным орудием голландского величия стал флот, который по своей численности был равен совокупности всех других флотов европейских государств. К количеству добавлялось и качество. После 1570 года голландские судостроительные верфи создали оригинальный торговый корабль, прочное парусное судно с округлыми бортами, вот как мы это видели только что на гравюре, с очень большой вместимостью, но это, наверное, даже не самое главное было. А дело в том, что конструкция вот этого судна требовала очень немногочисленной команды. Практически речь шла о том, что голландским инженерам удалось на 20-30% сократить количество людей, которые обслуживают судно, вот по сравнению с тем, что было представлено в торговом флоте других европейских государств. При этом не следует опять-таки забывать такой обыденной бытовой черты, которая сводилась к тому, что ведь в дальнем плавании затраты на содержание личного состава корабля, имелось в виду заработная плата и питание, долгое время составляли главный пункт издержек. И вот с этого момента в Европе распространяется масса шуток о голландской скупости. Ну вот в каждой шутке действительно есть доля истины. Это правда, что по сравнению с французскими, например, судовыми командами, голландская команда потребляла гораздо меньше продуктов. Вот рацион голландской команды, как о том свидетельствуют источники, был весьма и весьма скуден. Рыба до каши. И даже, как писали современники, даже капитаны довольствуются куском сыра, либо ломтем солонины. Никакого вина. Иногда команде выдавалось слабое пиво, и только во время шторма распределялись небольшие запасы арака, который хранился на корабле. Что касается заработной платы, то, опять-таки, сохранились весьма любопытные цифры. Вот французы, как о том пишут современники, вынуждены были держать 4 или 5 членов экипажа на корабле в 20 или 30 тонн для его управления. А голландцы держали, опять-таки, для управления этим объемом перевозок самое большее двух человек. Что касается зарплаты, то французский матрос, например, получал в ту эпоху до 20 ливров в месяц. А голландские мореплаватели довольствовались 10 ливрами в месяц. Речь идет в определенных пропорциях не только о рядовом составе, но и об офицерском составе. Как видим, голландские перевозки обходились, по сути, в два раза дешевле европейским купцам, нежели, например, перевозки, обеспеченные французским флотом. Естественно, все это было лишь в пользу Соединенных провинций. Ну, и еще одно чисто технологическое новшество, которое также отмечалось современниками. Французы строили в ту эпоху свои корабли из дуба и скрепляли его железом. Соответственно, что стоило очень дорого. А большая часть голландских кораблей, ну, естественно, те, которые совершали капотажные перевозки, естественно, строились из сосны и крепились деревянными шипами. Естественно, они стоили в половину дешевле, нежели французские корабли. Вот это свидетельство относится, опять-таки, к французским наблюдателям. У голландцев за счет близости к северным источникам железа, естественно, были и более дешевые снасти, ну, в том числе и якоря. А коноплю для канатов и веревок, они, в общем-то, растили сами, точно так же, как и самостоятельно изготавливали и парусину, которая шла на паруса. Вот это несколько фрагментов из работ Фернана Броделя, в которых говорится о преимуществе голландского судостроения, о тех непостижимых для конкурентов ценах на верфях, что и создало базу в 15-16 веке для вот этого непонятного для современников моментального взлета, обогащения и процветания Соединенных Провинций. А как складывались отношения между государством и подданными внутри страны? Опять-таки, в Голландии 17 века мы сталкиваемся с тем, что не было характерным для всей остальной Европы. Речь идет о своеобразном налогообложении. И вот здесь, как пишет Бродель, «Коль скоро голландское общество было тем, чем оно было, то не приходится удивляться. Налоговая система щадила капитал, потому что капитал – это вот та основа, тот фундамент, на котором строилось все благополучие, все процветание Соединенных Провинций». И на первом месте среди личных налогов стоял то, что называется, как это непарадоксально сейчас звучит, так называемый налог на слуг. Причем он, как мы сказали бы в современной терминологии, носил такой прогрессивно уменьшающийся характер. Вот за одного слугу следовало платить пять флоринов, за двоих – десять, а за троих уже одиннадцать, за четверых – двенадцать и так далее. То есть вот такой вот прогрессивно убывающий налог. Что касается подоходного налога, то цифры, которые к нам дошли из века семнадцатого, удивляют нас, современных людей. Казалось бы, каким образом можно поддерживать государство. Оказывается, как показывает голландский опыт семнадцатого века, вполне возможно. Он составлял подоходный налог в ту эпоху один процент. То есть вот с полутора тысяч флоринов подоходный налог платился в размере пятнадцати флоринам. А доход ниже трехсот флоринов вообще не облагался подоходным налогом. Ну, вот при таком налогообложении все основные фискальные тяготы были перейсены на косвенные налоги, которые были связаны с товарооборотом. И так напомню еще раз, вслед опять-таки за Броделем, феномен Амстердама был связан прежде всего с товарным оборотом. В тот момент, когда юг Европы практически захлебнулся и не мог справиться с финансовыми оборотами. Вот в какой-то момент Амстердам здесь приобретает приоритет. И новая фаза связана, еще раз подчеркну эту мысль Бродели, именно с товарооборотом. Чуть позже Амстердам тоже столкнется с проблемами денежного, финансового обращения. И несколько интересных моментов, которые связаны с тем, как соединенные провинции строили свои взаимоотношения и с соседними государствами. Вот на этой схеме показано, опять-таки по работам Фернана Броделя, как соединенные провинции постепенно превращаются в некий укрепленный остров. В конце XVI века все города в Нидерландах были укреплены на итальянский манер, с так называемыми бульварами. Чем еще характеризовалась особенность соединенных провинций? Ну, прежде всего, важностью сухопутной торговли. Дело в том, что подлинной угрозой, мы видим сейчас это на этой схеме, действительно подлинной угрозой для такой страны, как Голландия, было оказаться отрезанными от водных путей в первую очередь, которые их соединяли в торговом отношении с испанскими Нидерландами и с Германиями. И вот о важности именно этих путей свидетельствуют доходы таможен, которые находились под контролем и давали до 300 тысяч IQ за год. Вот эту схему важнейших таможен можно увидеть на этой схеме. Ну, вот такое восприятие этой фазы развития европейской экономики характерно для работ Фернана Брадель. Подводя итог, перед тем, как попрощаться, я хотел бы еще раз обратить ваше внимание на то, что мы в наших с вами передачах рассказываем, последовательно переходя от одной работы Фернана Браделя к другой, о его концепции неподвижной истории. И вот, пожалуй, история, связанная с Соединенными провинциями, с Голландией, достаточно наглядно представляет смену, очередную смену фаз в эволюции. Вот такой очень медленный, практически, как мы заметили, непонятый современниками эволюции экономических предпосылок, которые неожиданно приводят к тому, что можно назвать экономическим чудом. Ну, вот в данном случае речь шла о голландском экономическом чуде, которое было воспринято именно как чудо современниками в 17 веке. Но, с другой стороны, возвращаясь как бы к началу нашей передачи, еще раз напомню, что Брадель говорит именно о смене фаз. И дальше Голландия столкнется с теми же проблемами, с которыми в свое время столкнулась экономика другого мира, мира экономики, каковым была Генуя для всего Средиземноморья. А затем на смену уже городам, вот этим мирам, экономикам постепенно приходит другая фаза – национальные рынки. Но это уже тема нашей следующей с вами встречи, в которой мы и рассмотрим работы Браделя, в которых он будет рассказывать своим читателям о национальных рынках. Пока что я прощаюсь с вами. До следующей встречи.